Какой факультет у вас? Денгристика 1-го класса. Так, гуманитарная. Я Анатолий Борисович, я сюда. Угу. У студентов в договоре прописано, что они имеют полное право стопроцентно пользоваться библиотекой. Пожалуйста, вы занимаетесь. Я занимаюсь, я защищаю своих студентов, которые вы пытаетесь выгнать отсюда. От кого защищаете, от меня что ли? Ну, вы же им говорите, кто вы такие. Я и говорю, они студенты. Слушайте, пожалуйста, Ольга Вадимовна, Ольга Вадимовна, а что за беспредел здесь? Вот мы находимся сейчас здесь, Ольга Вадимовна, студенческая. Здесь АХЧ выбежала, вот Николай Иванович отсюда, спортивно она выбежала в тапочках. Так, студенты здесь, три человека. И ваша ставница. Заведующая библиотекой. Да. Заведующая библиотекой. По договору. Вот, по договору. Какой договор, Ольга Вадимовна? Трудовой договор. Так, Ольга Вадимовна, дорогая моя, вы знаете, совершаете преступление, вы понимаете, догадываетесь? Хорошо, молодцы. Пожалуйста, я ее снимаю. Сейчас пускай едет главный корпус. Пожалуйста, езжайте. Вот, говорите. Библиотеку. Библиотеку. Здесь мы сейчас декан. Мы делаем акт. Деканов я приглашаю. Акты мы сейчас опечатаем здесь. Вот. А студенты должны, да, заниматься. Студенты пусть занимаются в библиотеке. Они обязаны пользоваться библиотекой. Вы меня не учите, пожалуйста. Я лучше знаю, наверное. И я читала их договор, знаю, что у них написано. Что такое? Сейчас прокуратуру пойду. Так, здесь все включено. Пусть. Здесь все включено, понимаете. Все компьютеры. Так. Ольга Вадимовна, дорогая моя, здесь посторонние люди были, которых мы уволили. Ах, 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 ах. Ну, Николай Иванович вместе со мной, он не дажды соврать. Посторонние, которого мы уволили, она была здесь. Она зашла позвонить. Она зашла. Если ее охрана пропустила, при чем здесь библиотека? Зашла сюда. Так, позвонит, город. А я сейчас, Орга Вадимовна, правоохранительный орган. Да, звоню и ревизию делаю. Вот так. И это, Ольга Вадимовна, это ваше. А что так, а? Кошмар, да? Вам нравится, да? Я в шоке. Я в шоке. Президент. Почему студенты здесь с утра, они должны на занятия, сейчас деканы должны, вот, подойти сюда. Какие занятия у нас преподаватели все уволены? Вы уволили всех наших преподавателей? А, преподавателей, Егор, всех уволили. Каких преподавателей? Все. Ольга Вадимовна. Каких преподавателей мы уволили? А? У нас главного преподавателя по языку нет. Они работают. Правильно. Они все работают. Вот так. У нас расписание. У нас расписание. Сейчас мы... Фамилию вашу, пожалуйста. Зачем вам наша фамилия? Как это так? Вам показать зачетную книжку вашего университета? Да, 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 пожалуйста. Покажите. А у вас нету? Студенческий билет. Вот, студенческий билет. Покажите. Угу. Второй. Так, второй. Смотрите. Ольга Вадимовна. Так. Угу. Так. Что-то очень плохо. Это очень плохо. Вы что? Так. Вам ректор дал задание, как все это сделать. Вы делаете против, что ли? А? Ольга Вадимовна. Вот сейчас Анатолий Борисович здесь. Вот они сейчас... Нет, интересно, библиотеку не закрыли. Библиотекаря не уволили. Гости приехали. Гости приехали. О! Позвонить зашла, да. Нет, уже она позвонить зашла. А сейчас город гостей приехала. Ольга Вадимовна. Так. Все. Так, пожалуйста, проходите по сторонам. Здесь нечего делать. Все, давайте. Давайте. А что она так проходит? А? Позвонить мне надо. Так, пожалуйста, проходите. Сюда нельзя заходить. Вы что? А почему библиотеку нельзя заходить? Библиотеку вот туда, что ли? Библиотека это посещаемое место. Это библиотека. Это вот читальный зал. Здесь, да. Она же не фонд заходит. Она заходит в кабинет. Слушайте, это посторонний человек. Нельзя сюда заходить посторонним человеком. Вы не поняли, что ли? Пожалуйста, проходите. Проходите. Сейчас подбираю вещи и прохожу. Побираю. Почему вы так переживаете? Так, Николаевич, вот это. Это посторонняя. Мы уволили ее. Она здесь ходит. Я еще в отпуске, Михаил Николаевич. Нет, все, все, давай. Она еще не уволена. Я еще в отпуске. Все, пожалуйста. Я еще в отпуске. Все, до свидания. Почему я с человеком не могу пообщаться? Слушайте, не на рабочем месте. Она же не враг. Вы же ее не по статье уволите. Да. Вы чем мешаете? Личные контакты, они должны быть помимо... Я отвлекаю человека. Да. Но они помимо процесса. Ну, это же библиотека. Это посещаемое место. Понимаете? Посещаемое место. Сюда посетители приходят. Это прописано в нашем договоре. Библиотека обязана пользоваться студентами. Студенты, сотрудники. Сейчас, декан. Декан сейчас идет. Я его позвал. Да. Докан, это кто? Да, реализованная. Она здесь еще? Я не знаю. Вот спросите. Вы перебились. Правильно? Да, с него не перебили. А где наши договора? Да, мы хотели бы видеть. Нам не дали договора. Нам сказали, что 4-5 числа нам дадут договора о переводе нашим в МИЛ. Этих договоров нет до сих пор. Мы неизвестно, где учимся. Мы неизвестно, где числимся. Вы сейчас вставайте, идите в главный корпус и там вам скажут. Они уже ходили. Так мы уже ходили. Нам ходили, нас вернули, нам потом, потом, потом. Это завтраками. Это журналисты, да? Мы лингвисты. Лингвисты, журналисты. Вот. Так, пожалуйста, давайте, езжайте туда. Мы там были уже. Там нам нечего делать уже. Мы там были. Нас везде кормят завтраками. И Марина Ильинична наша нас кормит завтраками. Хватит нам нам издеваться. А где Марина Ильинична? Библиотека существует. Ее еще не закрыли. Библиотека еще не закратили. Почему я не должна работать? Галина Демиановна, заведующая библиотекой. Очень приятно. Это что называется? Заходят и говорят, выходите отсюда все. И студенты выходите, и библиотекарь выходите. Я не могу выйти, я материально ответственный лицом. Я не знаю. Вот девушка говорит о том, что... Сначала все передать демактам, закроем библиотеку, сократим сотрудников, а потом мне будут запрещать заходить сюда или нет. Я работаю. Я получаю зарплату. Хорошо, прошу. Так, пожалуйста, скажите, Ольга Вадимовна. Что, Лена, она зашла. Так. Здравствуйте, Михаиловна. Вот они нам говорят, обращайтесь в баханат. Так, здравствуйте. Что здесь получается-то? А, это вообще не наш декан. А нашего декана вы, по-моему, тоже уволили. Не понял. Здесь библиотека. Библиотека и студенты сидят в библиотеке. Ну, может быть... А это не положено? Учатся, наверное. Они учатся, занимаются. Я не могу понять, в чем смысл вообще происходящего. Библиотеку не закрыли. Заведующую библиотекой не сократили. Не уволили. Оказывается, я не имею права находиться на своем рабочем месте. И студенты не имеют права здесь находиться. Это нормально? Я все записала, и вот это все отнесу в прокуратуру, товарищи. Что мы творим? Ситуация такова, что все то, что Дарья Александровна сложила свои полномочия, что в факультете гуманитарных наук приселили кому-то. Теперь я руковожу, да? И в силу того, что это произошло строение недавно, всего лишь недели. Поэтому, наверное, вы меня особо не знаете. Поэтому, как бы, в силу за это. А в чем все-таки причина? Да мы не поняли, в чем. Мы сами не поняли. Суденты сидят в шоке. Их выгоняют отца. Да, нас выгоняют. А я сижу их и защищаю, стою, вернее, как заведующая библиотекой. Я сказала, они имеют право находиться в библиотеке. Они нам не дают нам. Мудрая мысль. А в чем проблема? А мы не поняли. Президент университета говорит, чтобы они отсюда вышли. И чтобы я отсюда вышла. Мы подписали договор. Я здесь сотрудник основной. Я материально ответственное лицо. Почему я должна отсюда выйти? Я сказал, чтобы вот этот книжный фонд, соответственно, на материальном хранении у вас, да? Естественно. Я должностное лицо. Но его необходимо закрыть. Так, его не закрывают за одну минуту. Здесь 90 тысяч изданий. Не активно. А потом уже, так сказать, еще это передать по акту туда, куда необходимо. А сотрудник что-то должен делать? Мне по договору написано, что у меня должно место здесь находиться, в библиотеке. В договоре трудовом. Он говорит, а кто с вами заключал? В 2014 году я сюда устроилась. В январе месяце. Я думаю, что это частный вопрос, который нужно решить с руководителем. Какое-то недопонимание произошло. Это вообще юридически какая-то ошибка. У нас заключен договор, поэтому договор мы имеем право здесь обучаться. Почему вы нас выгоняете из библиотеки? Я ничего. Вы нас выгоняете из библиотеки? Кто выгоняет? Вы только что их выгоняли. Вы только что нам сказали, что понюшли. Вы выгоняете библиотекарей, как мы будем заниматься? Поднимитесь, главный корпус, если договора... Нам ничего не говорят. Мы сюда не приезжаем каждый день. Они нас гоняют туда-сюда, что-то из демокра. Нам сколько еще договоров ждать? Тупницкий филиал привел. Вы здесь и тут. Ну это просто на ютуб отправить, а мы не гоняли сами. Я даже могу понять, в чем суть проблемы вообще. Проблемы нет вообще, абсолютно. Да, пожалуйста, договора есть. Идите, возьмите. Где он, договора, нам договора должны выдать в деканате. Мы написали эти договора, нам сказали, хорошо, у вас будет второй демокрад потом. Просто в силу определенных обстоятельств, да, то есть, которые, может быть, сейчас нет смысла разбирать, сейчас требование опечатать книжный фонд. Да, и, пожалуйста, без того, что выгоняйте договора получать. Но мы хотим сейчас здесь подниматься. Так, извините меня, но здесь... Почему студенты не должны заниматься библиотеки? У них в договоре написано, что они обязаны заниматься библиотекой. Прежде чем меня сократят, не закроют библиотеку, я отсюда не выйду. Это рабочее место, которое у меня прописано в договоре. Мы придем и скажем, здравствуйте, мы ваше... Вы что хотите, чтобы я в прокуратуру сейчас пошла вот с этой задачей? Что творится вообще, непонятно? Это что за беспредел? Я работаю по трудовому договору, не по соглашению и подряда. Он вам предоставит. Что он мне предоставит? Мое рабочее место в библиотеке записано в договоре. Временно. Издавайте приказ. Издавайте приказ. Приказ издадите, вот тогда и будет временно. Я не освобожу место, пока мне не издадут приказ и мне не сократят официально. У нас уволили всех преподавателей. Нам сказали, пишите заявление о том, что вы хотите досрочно сдать. Студентов вы не имеете права отсюда выгонять. Вы понимаете, какие нарушения вы делаете? Юридически. Я вам уже объяснила в чем. Это рабочее место, которое прописано по договору. Это не просто рабочее место, это библиотека. С огромным фондом хранения. Что никто? Ну, тогда издавайте приказ. Пока не издадите приказ, пока не сократите сотрудника. Вы не имеете права лишать меня рабочего места. В моем присутствии что? Вы сделаете офис? 90 тысяч изданий? И на руках сколько изданий? Как он опечатывается? Вы вообще это представляете? Приказ издавайте. То есть, если у вас донал в полном объеме? Да. Хорошо. Пойдемте поднимемся наверх к Марине Еленичной, потому что есть ситуация, в которой я не владею в полном объеме. Марина Еленична, она тоже, блин, не поднимается. А не только что к ней ходили? Нет, подождите. Ну, просто я неделю всего лишь я могу, пока я вникаю в общую тему. И ни в коем случае здесь, как вы, как ваши права, защищены в полном объеме. Мы не вправе их нарушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Это первый курс инвисты. Первый курс инвисты. Договора писали, писали договора. Ну, пожалуйста, отдайте договора. Мы сардынки еще не привезли. Откуда не привезли? Сардынки. Ну, пожалуйста, пускай едут, получат. Ну, зачем? Что тебе-то, вы понимаете, нет. А если она опять скажет, что нету, потом через 3-4 дня приезжайте. Ну, когда привезут, тогда они и получат. Девочки, вы готовы или нет, и когда-то не надо приехать. Ну, а зачем? Никакой проблемы. Вообще никакой. Кто вас беспокоит вообще-то? Вообще мы сидели, занимались, вы пришли и сказали выходить. В библиотеке, сказали, не положено студентам выходить. У нас все записано. Симат, спокойно. Да, здесь, вы понимаете, давно уже библиотека не работает. Как она не работает? Вы ее сократили? Да. Вы ее закрыли? А где документ официальный? Да, пожалуйста, езжайте туда. Где официальный документ? Мне никто не предоставил. Пожалуйста, езжайте. Где уведомление, что я иду под сокращение? Не закрыл, а ректор закрыл. Что закрыл? Я хочу сказать, что у первого курса они написали заявление, что они просят досрочно разрешить им сдать сессию. Им разрешили сдать досрочно сессию. Им даем с ними сессию, поэтому они готовятся к библиотеке. Они обязаны готовиться в библиотеке, потому что у них в договоре написано, что стопроцентное обеспечение библиотекой им обязаны предоставить. Теперь видите, библиотеку давайте закроем и студентов выгоним. Нет, это две разные вещи. Да при чем здесь? Дело в том, что наши студенты, вот лингвисты, первый курс, вот девочки, они очень хорошо все, знаете, сдают блестящую сессию. Вот блестящую. Вот честно вам скажу, просто журф, философ получить пятерку. Это дорого стоит. Ага, надо постараться. Они отлично занимаются. Вот таких отличников обижают. Вот хорошие девчонки, действительно. Выгоняют из библиотеки. И насчет библиотеки, мне кажется, это очень хорошо, что они пришли в библиотеку позаниматься, потому что это, ну, во-первых, у них и студенческая жизнь получается здесь общая, ну, во-вторых, занятия как бы хорошо проходят. Если же нет договоров, то тут, конечно, моя, наверное, вина, потому что я позвоню на Ордынку и выясню по поводу этих договоров. Если договора есть, то, конечно же, один из методистов обязательно поедет, привезет договора, и мы вам дадим эти договора. Ну, договора, да, другой вуз, не наш вуз. А, то есть они тогда не могут сходить в библиотеку? Да, совершенно верно. Ну, тогда они обязаны сдать книги, которые они должны в библиотеку. Ну, так, у них есть библиотека, вот они, там не займутся. Ну, эту библиотеку они еще не рассчитались. Вот это я имел в виду, а почему? Ну, а вы выгоняете библиотекарь, к кому он будет книг заводить? Вам, Патима. Ну, то они свидетели. Ну, а как, кто будет платить-то библиотекарям? Вы будете? Ну, вы же официально не закрыли библиотеку, и библиотекаря еще не уволили. Что вы сказали? Закрывайте библиотеку и выходите отсюда. Вы сказали библиотекарю. Марини, я думаю, сейчас надо девочке поднять вновь. Давайте вместе поднимемся и решим вашу маленькую правую проблему. А руководитель решит уже проблему, что делать дальше в библиотеке. Это уже две разные. А, ты, я, 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 я. просто так ничего не закрывается у нас еще много долгов которые еще книги не сдали как раз заочники сейчас должны психологи приехать я не могу опечатать вы мне приказ издайте приказ издайте на основании ну приказ издавайте что вы закрываете библиотеку на основании чего вы приказ издали что я должна зажима я издаю приказ а кто ну где приказ мне никто даже не уведомил что у меня есть приказ что сока я попадаю под сокращение так что библиотека закрывается у вас я материально ответственное лицо так пожалуйста здесь опечатайте вы приглашали когда у меня были выходные я же на 0 5 ставки вы прекрасно знает все опечатайте пожалуйста сохранный книжный фонд она обеспечивается я же ее обеспечиваю я сотрудник библиотеки где я должна работать я обязана по трудовому договору работать библиотеки у меня зафиксировано мое место рабочая библиотека зафиксирована моя должность заведующая библиотекой опечатайте ну как понять опечатайте на основании чего он будет опечатывать основание есть вы должны туда ехать приказ есть что библиотека закрыта приказ делают вообще за два месяца вы думаете мы законы не знаем знаем прекрасно обязательно оно прописано в трудовом договоре вы сперва ознакомьтесь с моим трудовым договором а потом не говорите обязательно не обязательно в том-то и дело что обязательно зафиксировано вам показать трудовой договор пойдем-ка я покажу и вообще вуз не существует без библиотеки запомните это раз навсегда если вы такие вещи не знаете посмотрите мой трудовой договор ну это знаете вот галин демьян на библиотека прописано заведующая библиотекой я все записала и отнесу все в прокуратуру понятно вот и все смотрите мы не обязаны предоставить мое рабочее место мое рабочее место библиотеки пока вы ее не закрыли вы не имеете никакого права меня отсюда выгонять я официальное лицо я нахожусь при должности и при трудовом договоре у нас университет или что если у нас университет он обязан иметь библиотеку она просто так по велению генерала не может закрыть так она не ликвидируется ликвидируется или закрывается закрывается это значит временно что понять временно вы временно меня без работы оставлять что приглашайте туда вот надо делать акт так звоните до опись надо делать акт надо делать надо оповестить меня библиотеку открывается вы пожалуйста здесь опечатайте тогда никого не надо пускать здесь только с комиссии так не надо здесь кого мы уволили она здесь тапочках бегает понимаете а это из ахо она еще не уволена а не уволен она в отпуске но зашел человек позвонить мы поговорили нет нет пожалуйста не имеет права я еще раз говорю это библиотека так вы закройте она создана для обеспечения учебного процесса для обеспечения и для предоставления она сотрудник студентам сотрудникам везде в положении библиотеки прописано что она предоставляется пользование фонды предоставляется и человек не берет книгу у меня она зашла поговорить у нас что закрытое предприятие тогда скажите охраннику чтоб не пускал личные контакты с ней просто никак не учебный процесс и чем я должна в чем моя вина что я не должна контактировать ни с кем у нас не закрытое производство а библиотека служебная для обеспечения определенных процессов создана все вы изучили трудовой договор ну я вторую страницу еще не читал я пока не вижу что место определенное именно здесь что вы не видите что написано библиотека и заведующая библиотека о том что вы принято в качестве библиотеки чтобы никто не заходил в машину давайте выключим давайте мы сейчас на данном этапе просто с вашего сказания мы ждем здесь когда вы дадите команду ей вы поставили ее в известность ну а что тогда она не хочет это собственность университета она не хочет оставлять я материально ответственно лицо что? материально ответственно лицо так я еще раз говорю мы опечатаем все и сюда а работать я где должна а? работать я где должна так вот там будете работать где там у меня рабочее место библиотека слушайте это наверное редко определит где вы должны работать тогда издавайте приказ да и будет приказ езжайте туда мы здесь вас не оставим Ольга Вадимовна говорите приглашайте здесь мои личные вещи приглашайте говорите Галина Вадимовна пожалуйста подъявите на Маларда вот так все все да так все обесточите пожалуйста опечатать опечатать чтобы доступа здесь никого не было надо же и чай пить и здесь я почему я не могу выпить чашку чая на работе можете можете так но не здесь почему не здесь сейчас потому что ревизия ну ревизию давайте создавать при мне все пожалуйста да ревизия должна быть при мне опечатайте то есть мы сейчас закроем и опечатаем да вместе с вами тем самым мы вместе с вами мы обеспечиваем сохранность материальной да без вас без вас никто сюда не будет входить будет как бы печать и все остальное хорошо оставьте меня с юристом наедине хорошо потом мне надо собрать свои личные вещи если вы меня таким образом здесь не должно быть вообще лишние вещи на работе сумку возьмите и все как это сумка возьмите а что у вас есть у меня и чашка моя здесь и наркотики что есть какие наркотики а как тогда вообще о чем вы говорите ну пожалуйста забирайте забирайте зачем кошмар какой то пожалуйста забери соберитесь хорошо вы дадите мне собраться да 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 мы дадим это вообще какой то кошмар вы как церберы зашли и издеваетесь просто да да у меня ну как ничего нет ну выходи-ка давайте 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 что значит за часть шли шли Олю. Ахай. Ахай. Да, 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 да. Она звонила мне. Да, да, да. Ага, хорошо. Хорошо, хорошо. До свидания. Продолжение следует.